Дома номер 67 Люди, конечно же, потратили деньги, вложили материнский капитал, вложили сертификаты. Все ждут. Прежний застройщик, птицефабрика Тагайская, находится в стадии банкротства. Но с юридической точки зрения строительство дома новым подрядчикам уже ничего не мешает. Был снят арест с части недостроенных квартир, наложенные судебными приставами. Одновременно принято решение о проведении газовых сетей к дому. Единственный вопрос, который сейчас препятствует оформлению и переоформлению уже приобретенных квартир, это вопрос определения лимитов финансирования от страховой компании. Сегодня принято решение о том, что правительство обратится в страховую компанию, соответствующую которой уже работает с данным объектом. Согласно законодательству, долевое строительство разрешено только при наличии страховки у застройщика. Сейчас на рынке работают две крупные компании. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, они требуют представить доказательства того, что долгострой будет завершен. Новый застройщик уверен, что эта задача ему по силам. В следующей неделе начнется завозиться материал и монтироваться. Рабочий уже готов. Без корана здесь ничего не сделаешь. До конца недели обещали поднять его. Это тоже такое сооружение сложное. Так быстро его не поднимешь. Застройщик обещает начать работу даже до получения документа страховки. Воочию хотят убедиться в том, что деньги потрачены не зря и будущие жители дома. Им это нужно больше других. У нас появится уверенность тогда, когда пойдет стройка. Когда стройка оживет, когда начнется кирпичная кладка, когда появятся рабочие на стройке. На контроле у правительства остаются и два других дома, возведением которых занималась Тагайская птицефабрика. Меньше всего проблем с домом номер 140 по улице Красноармейской. Там осталось благоустроить территорию и можно заезжать. Больше всего вопросов остается по 97-му дому по той же улице. Но и там правительство пытается активно разрешить ситуацию. Егор Титов, Константин Никитин. Новости дня. Ульяновская правда.